Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, сегодня в рубрике инди-хоррор мы посмотрим игру Hunted Memories, которая пока существует всего лишь версии демо, то есть эта игра вышла в ранний доступ в стиме и пока что тут имеется лишь небольшой уровень. Но тем не менее это опять же игра, за которой давно слежу и которая очень сильно меня интересует. Несмотря на то, что по сути это еще один клон Слендера, но сделанный очень качественно, поэтому заслуживает внимания, по-моему. Поэтому надевайте наушники, будем надеяться, что оно стоит того. И давайте приступать. Так, эпизод 1, Hound. Остальных, к сожалению, пока нет. Хорошо, уровень сложности нормальный. Любопытно. А зачем? Зачем уровень сложности? Так, чуть-чуть громкость убавлю в наушниках, а тут что-то прям так орешь, что если сейчас что-то произойдет, то я реально уеду куда-нибудь в комнату, обитую войлоком. Что ты будешь делать, если очнешься в месте, которое никогда раньше не видел? Эпизод 1. Загнанный. Ты должен сойти с ума от того, что ты увидишь. Где-то там-то откуда-то. Хорошо, это я. Опять дождь, опять... Опять лес. Что за жизнь? Господи. Где я? Что это за место? Выглядит все, надо сказать, очень круто. Так, сразу сядем поудобнее, чтобы если в случае чего, чтобы не упасть. Если тут такое будет. Я, честно говоря, не очень много знаю, что же именно нас тут ждет. Старался не спойлерить себе это дело, но... Тем не менее. Ау! Люди! Те, вообще... Понятное дело, опять в лесу. Что это за лес? Какой-то столб непонятный. А где провода? Надо понимать, что... О, свет. Что, это машина? Круто. Ох, кто-то должен быть рядом. Так, хорошо. Фонарик кнопкой F, небось? Нет. Так, а это что? Проект Haunt. Так, место 109. Green Park Power Station. О, как плохо все видно. Я, к сожалению, не могу прочитать. Я вон присматриваюсь, но все настолько... А, подожди, здесь же. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот. Как вы все знаете, процесс адаптации наиболее важный, учитывая миссию... А, учитывая, что во время этой миссии мы сменили нашу цель с уничтожения на адаптацию. Нам нужно это здание, и мы не можем его уничтожить. Дистанция от берега до парка Green, ну-ка, то есть здесь зеленого парка, очень мала. Поэтому очень удобно использовать, то есть закрыть этот парк и использовать его как место адаптации. Понятно, это у нас какие-то местные СЦП, что ли? Так, а это фонарик. Фонарик на Е, экипировать. Ну, не сказал бы, что он прям что-то освещает, но здесь не так уж и темно, по сути. Может, в машине там, я не знаю, телефон есть. Да нет, и бензина нет, похоже. А че, что-то, движок включен. Ладно, не важно, пойдем дальше. Тут что? Печатаем машинкой. Так. А, это сохранение точно, понятно. Хорошо. Ладно, допустим. Куда я иду? Уже после этого письма я бы развернулся и тупо полез бы по скале куда-нибудь в другое место. Что за процесс адаптации? Ой. Что это было? На самом деле, это было очень похоже на Слендера. Хорошо. Так, Е, чтобы подобрать. Что же это мы... Так, а что еще тут можно подобрать? Давайте посмотрим. Рапорт. Все операции завершены успешно. И энергостанция Грин Парка готова, чтобы принять новых «посетителей». Вся зона защищена, и никто не прервет наши действия. Ну ладно, допустим. Ох, что-то не нравится мне все это. Потенциал большой в этом чувствую я. Так, а мы, получается, сейчас где находимся, если по карте посмотреть? Энтернс — это мы где? То есть слева внизу. Хорошо. А нам нужно... Черт его знает. Ну, к энергостанции, понятное дело. О! Какого хрена? Че это было? Нахер я валю, я не понимаю, что происходит. Какого хрена происходит? Ох, че-то меня аж мутить нечего. Бегать долго запрещено. Сзади, за спиной, что-то есть, по-моему. Твою мать, или в лесу? Ну почему обязательно должен быть гром, а? Какая-то хрень... Что это? Какая-то хрень меня выслеживает, что ли? Я не понимаю, что это такое. Код. 5, 2, 3... 7, 9, 2... А, вот. Понятно. То есть код четырехзначный. Ну, так мы его не скоро подберем, я чувствую. Не помогает. Ладно. Пойдем дальше. Не знаю, куда я иду и даже знать не хочу, но там позади что-то определенное есть. И оно хочет меня скушать. Блин, деревья крючковатые такие. Что можно подумать? Ненавижу такие игры. Можно подумать, что это кто-то прячется, маскируется под деревья. Блин, я, по-моему, недостаточно громкость в наушниках убавил. Сейчас что-то произойдет, я реально... Мне к Андраде хватит. Так. У-у-у! Твою мать! Что такое? Что? Тихо. Я, получается, вот Грин Ин сейчас нахожусь. А вот энергостанция где-то поблизости. Ладно, да, попробуем. Чего бы нет. Замечательно просто. Люди! Человеки, дверь откройте! Ну, конечно. Не поддается. Хорошо, давайте попробуем на второй этаж, что ли. О, машина. Может, в машине что есть? Темно, как у негра. О, афроамериканцы позволят себе завидеть. Так, ладно. Допустим. В окошках особо ничего. Да, так что ж такое-то? Что, где? Что? Что такое? Твою мать! Нельзя стоять на месте. Нельзя... Ходим. Ходим. Дверь. Дверь, откройся, мать твою. Ну... Вот она. Хрен поймешь, не открывается, короче. Надо валить отсюда. Я так понял, если долго стоишь на одном месте... Начинается вот... Куда же... Куда же я иду, твою мать? Зачем? Так, закрыто. Может, тут... Может, тут... Хоть как-то... Давай, 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 открывайся, ну... Что-то вообще никакое. Дверь как-то странно себя ведет. Хорошо, короче говоря, нам нужно какой-то ключ, походу, найти сюда. Знаете, что самое хреновое в этих кустах? То, что... Их слишком много. Это... Реально может просто быть в любом из них. Ладно, притопим. Я просто... Просто ухожу отсюда. И вы знаете, да, это, по сути, слендер, но выполненный очень-очень хорошо. Именно в плане технологий и как-то вылезанности всего этого проекта, то есть проект игры процесса. Да твою мать! Это оно? Нахер. Я уже передумал. Оно ушло. Мне вроде как туда надо, там, по-моему, электростанция. Так хер с ним, ладно, я пойду лучше сюда. Я все равно не знаю, куда идти. Хибара какая-то, как я тебя не заметил. Мне нужен топор, чтобы попасть внутрь. Твою мать, оно где-то близко, я слышал. Да вон оно стоит, вон. Непонятная хрень какая-то. Что это? Где это? Куда это я пришел? А, я туда и приш... Это... Твою мать! Это оно стоит. И пялятся на меня. Прям джипер-скрипер какой-то. Так, хорошо, откройся, пожалуйста, хотя бы ты... Ох, ну надо же, в этой игре хоть что-то не закрыто. Я не буду оборачиваться, я не хочу. Так, это насосная какая-то? Ах, топлива не хватает. Да вы издеваетесь. Ох, твою бать! Ненавижу. Ненавижу такие игры. Ну куда мне деваться-то, ну? Какие хрен с вами? Доберит. Здесь у него какие-то проблемы с хватанием. Подбором предметов вообще. Кошка еще бесится, отвлекает. Не знаю, кошка это просто... Катастрофа какая-то. Батарейки кончаются. Все, как всегда. Это нам знакомо. Батарейки какие-то, я не знаю, китайские, что ли. Ну, реально, просто садятся за пять минут. Ладно, хоть не как там эфир каком-нибудь. Здесь, где они тупо разряжаются очень быстро, там за 15 секунд фонарик. Так, оно сзади. Пока не вижу. Хорошо, ладно, пойдем сюда. Атлетично, вот этого еще не хватало только. Что это? Батарей нет. А что это я подобрал? Тихо, тихо, тихо. Подожди, получается одна штука. Я таких должен подобрать скок? Что это вообще? Так, тех. А, вот, понятно. Red Fuse, красный предохранитель. Это нам, видимо, пригодится еще. Не знаю для чего, есть ощущение, что я вообще как-то неправильно пошел. Потому что, чтобы я не нашел, все закрыто. Твою мать. Оно где? Оно... Что это такое? Куда я пришел опять? Отлично, опять закрыто. Так, где я вообще? Где? Охрен поймешь. Home. Holy Cave. Я в священной пещере. Отлично. Блин, так темно. Я ничего не вижу. Там точно ничего больше не было. В пещерке-то. Твою мать. Ключ. Отлично. Прямо на полу лежит. Ключ от чего, если не секрет? Ох, почему так тупо сделано? Ключ сержанта. Ключ найден. Так, ну ладно. Что за ключ сержанта? Не знаю, может быть от гостиницы. То есть перемещение по инвентарю сделано с помощью кнопок T, F, F, H, G. Не знаю, это по-моему. Странно. Так, ну эта штука вроде бы... Понятно. Автоматом будет применяться. Значит, ключ не отсюда. То есть самому применять не надо. Допустим. Хорошо, пойдем куда-то назад. Не знаю, что я подбираю. И даже знать не особо охота. Пока что могу сказать, что... Во-первых, игра сделана очень качественно. Во-вторых, по крайней мере, на первом уровне идей свежих вообще ноль. Это плохо. Но при этом, учитывая, сколько здесь будет эпизодов, а я слышал о пяти, мы получим что-то довольно прикольное, на что будет очень даже не стыдно потратить время. Что-то наподобие Slender Arrival. Помните такую игру? Не особо длинную, но при этом подарившую огромное количество кирпичных эмоций. Не знаю, я ее реально с теплотой вспоминаю. Пока что я вижу очень похожий подход в графике, в бюджете и вообще в целом. То есть делают что-то именно очень похожее. И меня это радует. Будем ждать. Сейчас я, конечно, разговариваю. За мной лезет какая-то тварь постоянно. И при этом я абсолютно не представляю, куда идти. При том, что я обошел, наверное, еще пока процентов 10 только карты. Твою мать! Где она? Где она? Она! Я прямо на него шел, да? Я нифига не вижу ее. Так, топора у меня по-прежнему нет. Поэтому вон та хибарка отдыхает. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Я прыгать еще могу точно? Да! Да! Твою мать! Че-то парень обозлился, по-моему. Просто идем вперед. Сейчас идем в лес, и там будет гораздо менее страшно, верно? То есть, пока что, как я говорю, главная проблема, то, что это тот же самый слендер. Если где-то год назад это было в новинку и реально пугало, то сейчас уже пугает, конечно, но очень многие моменты реально просто уже не так впечатляют, как могли. Ах, да! Твою мать! Да где же ты? Где? Я прямо на него иду опять. Где эта тварь? Я ее даже не вижу. Охренеть! Просто замечательно! Ну че? Я вас официально поздравляю, я... Твою мать! Это что? Вы слышите? Там есть кто? Нет. Наши мать! Наши мать! Охренеть! дайте мне батарейку нормальную я заблудился просто пипец ненавижу ненавижу эти приколы это что такое я не знаю надо будет идти по дорогам но теперь я теперь я просто обречен в заборе естественно никаких дырок не будет забор поставили на славу сволочи хорошо но знаете я уже вижу что я буду играть в эту игру определенно когда она вы то есть полная версия она стоит того я пока не знаю надо будет загуглить после этой серии будет не твою мать твою мать твою мать охренеть он прям тут ну не знаю я приперся куда скороче а пройти не могу то есть я даже не вижу куда мне нужно идти реально очень темно ну ладно пойдем сюда я не знаю честно говоря что я вообще сейчас делаю просто реально заблудился давно забытое чувство да речки и чё это ну я бы не сказал что я вижу что-то что-то полезное здесь учитывая что снаружи у нас такое непотребство выводится это вообще в целом не очень хорошо ну ладно пойдем дальше возможно что-то просмотрел и в комментариях вы меня сможете поругать за это но я честно говоря ничего не увидел так ну и что я приперся в очередной тупик хоть бы карта где-то поблизости было чтобы я мог определить где я нахожусь там че очень странно вот это вот зачем она тут стоит если тут ничего нет хотя в принципе тут батарейки были видимо получается ради них я сюда ходил что ли ну ладно хорошо фонарик надо беречь а вот она короче говоря местная энергостанция и вот на ней я так понимаю будет вообще пипец чё но сначала нам нужно будет проделать миллион действий чтобы попробовать как-то разобраться во всем что здесь происходит я не хочу возвращаться в лес потому что там что-то более осязаемое чем этот монстр находится то есть там реально что-то шевелится в кустах дышат самолёха людей тут я так понимаю нет только всякие гадости так там я был ну пойдем куда-то сюда твою мать она опять рядом давай 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 я не знаю нормальные люди ходят по трубкам я как обычно какой-то просто ладно не буду говорить это слово забурился и и все хорошо что это за место так бабайка пожалуйста дай мне осмотреться фонарик убирать и кибровать ни одной кнопкой ну это же странно зачем вы это делаете так хорошо в машине ничего не пересекать ага и конечно же вот именно сюда у нас ключ и подошел какого хера бункер я узнаю эту игру давным-давно где-то год назад я уже смотрел на нее но тогда это было настолько настолько сырая версия что ее практически не узнать единственное одно что вот этот бункер короче говоря там был правда он был пустой я не помню даже стал ли я делать видео по причине сырости или не стал но в итоге там было совсем все плохо а я помню как игра называлась hunt the real slender game точно мы смотрели на инди канале было дело было это значит вот так вот она выросла за полгода год с то момента как мы смотрели если это то самое место то где-то с той стороны значит должен быть спуск вниз это меня расстраивает так это чё такое сохраняшка сохраняшка работы пожалуйста так вот так пускай будет ух уж эти бочки да подвинься ты мать твою за ногу так вон там мы были а вот и спуск про который я говорил да и он меня не радует ну что давайте на этом заканчивать наверное учитывая что здесь территория просто огромная и дема который мы имеем она судя по всему там на несколько твою мать на несколько часов короче куда увидимся в следующей серии и пойдем вниз бункер надеюсь вам понравилось с вами был артур всего хорошего пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok